здравствуйте дорогие к сожалению повод который заставил меня отозваться из отпуска серьезный была неприятно удивлена тем что все таки в нашем городе процветает беспечность в условиях распространение вот этой новой заразы друзья такими беспечными быть нельзя то есть если объявлен карантин повторяю это не каникулы новогодние до времени для праздников шашлычок коньячок отменяется все должны самоизолироваться то есть те работники организации предприятий которые сегодня не работают им лишнее время находиться на улице не положено особенно это касается сегодняшнего дня пожилых людей которые в зону рисков особо попадают старше 65 лет внесены вчера изменения в постановление губернатора меры принимаются крайне серьезные на сегодняшний момент не должны работать торговых центрах кроме аптечных пунктов и продуктовых магазинов ни одни торговые точки в городе также магазины могут работать только продуктовые аптечные пункты и аптеки все ситуация настолько серьезная что меры ужесточены более того все 64 человека которые находятся на самоизоляции созданные администрации рабочей группой проверяются ежедневно ежедневно проверяются торговые точки общепит и так далее в общепите разрешено торговать только на на вынос и на вывоз друзья в амурской области обнаружен случай в нашем городе слава богу нет и наша с вами общая задача не допустить этого не допустить заразу город инду поэтому еще раз призываю вас к убедительности будьте серьезными поймите пожалуйста что от вашего поведения зависит не только ваша жизнь и ваших детей мы в ответе сегодня каждый друг за друга условия крайне серьезные поэтому еще раз обращаюсь к вам значит давайте будем сидеть дома давайте будем заниматься какими-то приятными делами которыми мы вот по ходу жизни в суровые будни не успеваем давайте будем осваивать новые блюда давайте будем придумывать новые тренировки в домашних условиях делиться этими положительными видео поддерживать друг друга положительными эмоциями в этой сложной ситуации отдельно обращаюсь к родителям подростков уважаемые давайте найдем аргумент я знаю что вы можете это сделать потому чтобы дети не гуляли по улице потерпеть надо всего неделю основной пик распространения заразы предусмотрен вот как раз на этой неделе пожалуйста пожалуйста лишний раз не посещайте своих пожилых родственников потому что вы можете нанести им вред молодой организм как известно уже да гораздо проще справляется с этим коронавирусом с точки зрения администрации с нашей стороны в рамках закона и наших полномочий делается все возможное но к сожалению все в наших силах значит нами создана оперативная группа мобильная группа создан оперативный штаб который решает вопросы в том числе по вопросы по контролю значит контроль и надзор за торговыми точками за самоизолируемыми у нас очень серьезный сегодня госдума в трех чтениях должна принять закон на внесении поправок в административный кодекс штрафы за нарушение режима самоизоляции будут разорительными для ваших бюджетов вот настолько все серьезно значит что касается дистанционного обучения на сегодняшний момент все отработано в рабочем режиме через классных руководителей до родителей и до детей доведены необходимые сведения вопросов пока не поступает в любом случае значит по вопросам можно обращаться на сайт городской администрации что касается дежурных групп сегодня работают детских садах две дежурные группы в которых в общей сложности около 20 ребятишек находятся это дети медиков в основном дети тех родителей у которых профессии связаны с круглосуточным или постоянным режимом работы пожилым людям необходимо обращаться в случае необходимости похода за продуктами по телефону 5 14 82 работают волонтеры волонтеры вам продуктовые наборы доставят что касается торговых центров если вдруг вы обнаружили что в торговом центре работают другие торговые точки кроме аптеки и продуктовых точек значит просьба сообщить по телефону 58 419 58 465 кроме того с сегодняшнего дня все магазины обязаны уведомлять администрацию продуктовые магазины о том что они работают то есть мы должны вести четкий учет поэтому на официальный сайт городской администрации города собака тындору обязательно направить уведомлением до пяти часов вечера сегодня о том что вы работаете будем проверять в случае нарушения будем штрафовать еще раз говорю о том что штрафы будут очень серьезными и даже разорительными для вас в нашем городе подготовлен изолятор и обсерватор в случае если нам придется изолировать людей с подозрениями здоровых людей с подозрениями но давайте этого не допустим есть серьезные проблемы конечно вы знаете что в россии нет индивидуальных средств защиты маски отсутствуют отсутствуют перчатки к сожалению мы ждем сейчас помощи гуманитарной при амурья ждет но в ожидании чуда давайте не будем откладывать и будем либо сами изготавливать маски в интернете достаточно много способов есть либо мы опубликуем номера телефонов предпринимателей которые оказали поддержку изготавливают маски которые по телефонам вы можете договориться вам доставят и недорого продадут мы еще раз обращаем ваше внимание на свободное нахождение на улице без особой необходимости просьба не выходить потерпеть нужно всего неделю есть надежда есть серьезная надежда на то что мы с вами все это преодолеем если будем соблюдать необходимые мир и предосторожности друзья ситуация серьезная но не патовая поэтому панике не поддаемся вот эти фейковые сообщения которые рассылаются в соцсетях с ужасами о том что конец света грядет мы на них внимание обращаем на позитиве поддерживаем друг друга положительными эмоциями на расстоянии готовим новые блюда занимаемся спортом находим себе новые занятия давайте объявим конкурс на самое интересное блюдо которое мы приготовили за этот период и самое интересное занятие которые вы сами себе придумали за самое оригинальное проведение времени вот в этом вынужденном карантине поэтому жуть не нагоняю будьте серьезны будьте благоразумны безумству храбрых петь песни никто не будет мы должны не допустить в город эту заразу наш с вами общая задача мы ее преодолеем при должной мере соблюдения всех предосторожностей поэтому берегите себя и до встречи по следующему более приятному поводу